девчонки всем огромный привет и я сегодня хочу поделиться с вами вот таким вот ярким очень праздничным новогодним макияжем я так и так хотела снять для вас несколько новогодних макияжей и когда я над этим рассуждала то мне захотелось снять тот макияж который могли повторить бы большинство из вас именно поэтому я попыталась сегодня использовать бюджетную косметику косметику из масс-маркета конечно она не вся супер дешевая и если вы сейчас ожидаете того что этот макияж вам обойдется только в 3 рубля или в 10 рублей вы конечно же очень ошибаетесь конечно же и среди масс-маркета есть более дорогие средства но я не стала сегодня исключать из моего списка просто потому что я подумала если ты хочешь добиться красивого благородного стойкого макияжа то все таки ты не добьешься это каким-нибудь средством там за 10 рублей но это есть часто образно говорю но все же я хочу акцентировать внимание на том что я не использовала люксовые средства как например chanel dior или что-то еще или даже профессиональную косметику как маг или make up forever и все в этом духе то есть я пыталась реально отталкиваться от более или менее бюджетных средств и я думаю что большинство девочек из вас которые смотрят это видео могут себе позволить эти средства плюс я не говорю о том что вам нужно скупать полностью все что я вам сейчас покажу просто может быть вы обратите внимание на тот или иной продукт и он вам понравится и вы захотите использовать его в своем макияже итак не будем дальше долго болтать если вы заинтересовались как я это все себе сделала то поехали итак приступаем уже к нашему макияжу сегодня я буду снимать видео без закадрового голоса чтобы вам как бы получше может быть что-то объяснить и рассказать я решила нанести тональную основу в конце потому что я буду использовать яркие тени и чтобы избежать какой-то грязи на лице то мы это сделаем в последнюю очередь и для начала я буду оформлять свои брови и карандашиком от них с под названием скалпт энд хайлайт и я его очень очень сильно люблю и по ценовой категории он может сравниться например с мэйбеллин это у меня оттенок ванилла тоуп и я как всегда все названия продуктов а также возможные ссылки на них оставлю под видео а волосинки я закрепляю прозрачным гелем от альверды и это натуральная немецкая косметика стоит по моему вот этот гель стоит 2 евро что-то в этом два с лишним может быть он в общем недорогой но мне очень нравится ну а теперь мы приступаем уже к глазам и на все подвижное веко а также на нижнее веко я наношу базу под тени и это база у меня от мэйбеллин кала тату 24 часа а теперь тени и я девчонки хочу вам посоветовать бюджетную палетку она у меня от бич косметикс и стоит она по моему только 12 евро плюс она включает в себя также несколько румян она абсолютно оправдывает свое качество за такую небольшую стоимость лично я сужу по себе обычно нам девочкам хочется какую-нибудь палетку теней но покупать как бы такую палетку где только две какие-нибудь тенюшки уже за 10 евро например то это как бы много я считаю и если вы хотите инвестировать деньги не слишком дорогую но все же более или менее качественную палетку то я вот и чистого сердца вам советую бич косметикс и эта палетка у меня появилась с самого самого начала когда я только начала вести свой канал и когда сама только экспериментировала с какими-нибудь макияжами сама можно сказать на ней училась и она мне очень нравится как альтернативу могу вам порекомендовать палетку от мейкап революшн она уже немножечко поменьше и стоит также дешевле но сюда например уже не входят румяна и мейкап революшн у нас продается даже по моему в некоторых филиалах rosman или онлайн в общем я ссылочки постараюсь оставить под видео где я их найду и свой макияж я буду начинать вот с этого крайнего оттенка это светло-коричневый оттеночек и наношу я его в складку века а также на нижнее веко теперь я обращаюсь уже вот к такому темно-коричневому оттенку и если присмотреться то он у меня уже скоро протрется до дыры одно время я его очень часто использовала и любила его очень сильно тоже довольно такой интенсивный оттенок теперь на все подвижное веко я хочу нанести базу для наших последующих блесток в качестве кремовых теней и в этом случае я использую тени от фирмы дуглас то есть это их собственная линия от магазина дуглас и эти тени я уже давненько вам показывала и они мне очень нравится они имеют консистенцию мусса и с ними очень легко работать и синтетической кисточкой я их буду наносить на все подвижное веко это замечательный оттенок красиво переливаются и стоят они не слишком дорого для дугласа а под бровь и во внутренний уголок глаза я буду наносить тени от catrice которые называются liquid metal eyeshadow и это у меня номер 120 и дают взгляду сразу более открытый и распахнутый вид а теперь мы приступаем уже к блесткам я наношу праймер специально для блесточек это у меня праймер от nyx на все подвижное веко и даю ему немножко времени чтобы схватиться а теперь я буду использовать блестки от nyx под номером 4 и это что-то среднее между медным и красным оттенком и вот такая красота у нас примерно получается а теперь влажной салфеткой со спокойной душой можно убрать все вот эти осыпания ну а теперь стрелочки я не хочу себе рисовать толстые стрелки вытягивать их я просто хочу прокрасить межресничное пространство сверху водную линию может быть ниже немножко и для этого я использую коричневую подводку то есть не слишком тоже черную называется dark brown номер 05 по нижней линии я тоже слегка рисую остатками подводки а теперь можно уже красить ресницы тушь я буду сегодня использовать от мебелин колоссал гол экстрим широкая кисточка пушистая но в принципе нам не нужно слишком большой делать акцент на ресницах поскольку мы наклеим затем накладные а в качестве накладных ресниц я буду использовать реснички от red cherry под номером 82 и эти ресницы также недорогие по моему они стоят 249 где-то 250 по моему и что самое классное что они сделаны из натурального волоса то есть они не какие-то там пластиковые и мягкие что мне очень нравится надо дать время клею чтобы он подсох и только затем клеить реснички это довольно пушистые ресницы но я специально выбрала именно такие чтобы взмах ресницы был наиболее драматическим и так с глазами мы закончили теперь можно уже двигаться дальше к лицу в качестве базы по тональную основу я буду наносить праймер от nix который называется и он как бы визуально сглаживает поры а на лицо я буду использовать тональную основу от l'oreal perfect match и на мой взгляд это одна из лучших тональных основ конечно l'oreal марка не из дешевых и если брать линейку масс-маркета то она находится чуть ли не на первом месте по высокой стоимости но все же я считаю что это один из лучших продуктов и он может даже посоревноваться с каким-нибудь профессиональным или люксовым средством и все это я растушевываю влажным спонжем консилер у меня также от l'oreal perfect match и мне он тоже очень нравится я о нем уже говорила миллион раз наношу на область под глазами и на тезон и растушевываю опять же все влажным спонжем фиксировать я это все буду прозрачной пудрой от эссенс я тоже пользовалась ей долгое время и она довольно хорошо фиксирует и не слишком высушивает кожу бронзер у меня сегодня от catrice и он имеет слегка такие золотистые вкрапления но на коже он не выглядит именно блестящим он выглядит больше сатиновым и мне нравится этот эффект особенно на праздник румяна у меня сегодня будут от никс и это двоечка здесь как румяна так и бронзер они также имеют немножко сатиновый такой отблеск и совсем легонько я их для свежести буду наносить мне кажется этот оттенок отлично дополняет макияж глаз ну и конечно же хайлайтер но в качестве хайлайтера я решила сегодня использовать тени те тени которые я использовала во внутреннем уголке глаз и под бровь опять же от catrice они довольно яркие но мне кажется на праздник замечательно подходят поэтому почему бы и нет так мы экономим деньги на хайлайтере ну и под конец помада я конечно сегодня не буду использовать яркую помаду потому что у нас и так все остальное очень яркая поэтому я возьму помаду maybelline под номером 732 спокойного нюдового оттенка и на этом наш макияж уже готов ну что ж девчонки на этом у меня все я очень надеюсь что вам понравился мой сегодняшний образ и также я буду надеяться на то что может быть вы все-таки смогли найти для себя тот или иной продукт из тех что я вам показала конечно же всем не угодишь но тем не менее я буду на это надеяться потому что я старалась и кстати пока не забыла для канала all things here я также снимала новогодний ролик где я показывала очень быструю и легкую прическу плюс макияж и если вы его еще не смотрели то я вам обязательно советую к ним заглянуть и посмотреть на этот ролик ну а меня на этом теперь уже точно все мы увидимся с вами в следующих видео всем большое спасибо за внимание и всем пока